проходили. И получается, то есть именно мне там и тогда не хватило вот этих заданий по маркетингу. По маркетингу я не понимала, как создать свой проект. Мне не хватило честности, открытости. Мне никто не сказал, да, ты получишь навыки по коучингу, а дальше учись себя продавать. Каждый месяц давай платную рекламу, пиши видео, записывай статьи. То есть, ну, может быть, это банальные вещи, но мне никто не сказал. Я была в розовых очках, в инфантильной позиции. Мне казалось, вот сейчас я за месяц, за два, за три получу профессию, и клиенты сами пойдут. Нет. То есть мне не хватило искренности, чтобы мне объяснили, что меня ждет в первый год в профессии. Дальше, именно если брать коучинг, мне не хватило знаний глубинной психологии. Вот что своим студентам первые пять недель я даю. Коуч, например, верит в человека, верит в клиента, и я это понимаю. Но когда мы садимся расслабленные на консультацию, вдруг появляется желание критиковать, дать советы, это бессознательный импульс. То есть я не понимала, почему это. То есть, ну, просто коуч верит, и что? А что такое проективная идентификация, навык переноса, контрпереноса? Что такое эмоциональная травма? Почему не надо клиента критиковать, жалеть, спасать? Почему будет такая провокация? Как себя вести? То есть каких-то знаний глубинных по психологии, несмотря, что я уже училась, получала госдиплом, но у меня этих знаний не было. Поэтому для такого клиента, как я, кто хочет в максимально короткие сроки получить базовые навыки профессионального психолога-коуча, выбрать узкую специализацию и начать работать, вот для такого клиента, как я, в 26 лет я подготовила программу. Дальше. Анализ конкурентов коллег. А вот если по программе, да, как я, человека, из точки А переведу в точку Б. Центральная идея за счет качественных лекций, выжимок по глубинной психологии. То, что другие изучают годами, студенты могут изучить за пять недель. Дальше коучинг изучаете в факультативном формате, потому что коучинг будет понятен автоматически. В основе любого метода глубинная психология. Сергей, да, обязательно нужна точка А и точка Б. Обязательно. Либо личный коучинг, личная терапия, либо работа с группой. Точка А и точка Б обязательно. Это архетипичная история. То есть вот смотрите, кто давно за мной наблюдает, в школе с 14 сентября стартует девятый поток курса. За это время студенты были разные. Студенты были с госдипломом по психологии, но нет навыков. Студенты были и мужчины, и женщины разных возрастов. Почему так? Потому что архетипичная история. За проектом стою я в 26 лет. То есть за проектом стоит один человек, и тогда вы в свою программу, личную терапию, либо работа с группой, вы будете притягивать и мужчин, и женщин, и разных возрастов, и так далее. Но чтобы их притянуть, должен быть архетип. Вспоминаем структуру психики по юнгу. Вверху сознание, потом личное бессознательное, потом коллективное бессознательное, архетипы. Архетипы понятны любому человеку. Что такое архетип жертвы, архетип героя, что такое мама, папа и так далее. То есть какие-то ключевые состояния, типичный сценарий — это архетип. Когда мы попадаем в архетип, включается вера, мы даем рекламу, там, хочешь стать психологом за два месяца, или хочешь выйти замуж за два месяца, или хочешь похудеть, или хочешь увеличить доход в два раза, приходи на бесплатный вебинар или на бесплатную консультацию. Тот человек, который сегодня в этом архетипе, он себя увидит и, по крайней мере, нажмет и запишется, посмотрит. То есть нам надо попасть в архетип. Поэтому мы выбираем себя в точке в прошлом. Это идеальный вариант. Но если... Сейчас, секунду. Если у нас, я извиняюсь, очень много денег на свою раскрутку, мы можем дать рекламу на телевидении, на радио. У нас столько денег, как раскрутить певицу, да? Не надо выбирать узкую специализацию. Тогда даем рекламу на телевидении, на радио. Кто надо, тот притянется. Но если у нас 10, 20, 30, 50 тысяч в месяц на свою рекламу, на раскрутку, обязательно выбор узкой специализации. Иначе нас не увидят. Мы должны попадать в архетип. Тогда за небольшие деньги мы привлекаем людей, которые сегодня в этом архетипе.